Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай счет в управлении твоему, бы ты не можешь больше управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить, стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порузня, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку, садись скорее, напиши пятьдесят. А потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, сто мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господина правителя неверного, что догадливо поступило бы сына Ивекасева, догадливее сынов света в своем роде. Я говорю вам, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. И дальше еще такие как бы два хвостика. Вроде бы не совсем это притча, но явно по ее мотивам. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, ибо одному станет усердствовать, а другому не народить. Не можете служить Богу и мамоне. Ну, мамоны, это арамейское слово, означает богатство. Это как? Вот, бывают притчи, которые, понятно, сразу, бывают притчи, которые требуют объяснения, а вот это прямо какая-то, ну, притча шиворот-навыворот, извините. Что здесь описано? Коррупционер, говоря современным языком, который где-то там что-то наворовал, хозяин его отстраняет от должности, логично, вместо того, чтобы попытаться извиниться, как-то, не знаю, компенсировать, наворованное, продолжает обманывать хозяина, списывает его долги, не свои долги хозяина, да, представим себе банковского служащего, который переписывает кредитные договоры с клиентами банка, и вообще в тюрьму посадят, а не то, чтобы похвалят хозяин, его хвалят. То есть, надо обманывать своих начальников, надо обманывать всех, чье имущество нам доверено в управление, я вообще как-то совсем не понимаю этой притчи. А потом, смотрите, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом и неверен во многом. Вот он был неверен, управитель-то, да, что же его хвалить-то? И дальше, никакой слуга не может служить двум господам, но и он служил маммоне, богатству, а не своему господину, очевидным образом. То есть, притча как будто его осуждает херчайшим образом, всеми мысливыми способами, а хозяин его хвалит. И мы понимаем, что хозяин господина евангельских притчей – это бог, да? То есть, это не просто какой-то чудаковатый хозяин, который вот рассмеялся, надо же, чего учудил, да, парень? Ну, позабавил ты меня, иди отсюда. Нет, это бог, который дает оценки высшие, а не просто смешные. Это не какой-то там рассказ из анекдота, да? Вы знаете, мы очень серьезно относимся к притчам. Иногда слишком. Нет, притчи – это очень важная вещь. Но притчи – это не рассказ из сборника для «Воскресной школы» о хороших мальчиках и девочках, ну и плохих, которые потом исправились, да? Это рассказ о ситуациях. Вышел сеять-ли сеять, бросает зерна, куда попало. Какие на дорогу, какие на камень, ну что, глаз нету. Кто так сеет? Ну, много таких примеров. Вот хозяин виноградника, убили его слугу, он отправил к ним сына. Ну что, он совсем не понимает, кто эти винограды, он к ним отправляет сына. Не надо думать, что герои притчи – это какие-то идеальные люди, которые служат моделями, образцами для подражания. Вовсе нет. Но притча – это рассказ о некоторой ситуации, в которой мы видим что-то свое. И какая здесь ситуация? Ну, ситуация кризиса. Ситуация, когда человек понимает, что все зря. Кризис бывает у нас сначала дошкольного возраста, потом младшего школьного и так далее. Я уже, наверное, через кризис среднего возраста перешел, у меня уже кризис какой-нибудь еще, мне за 50. Мы постоянно живем в кризисах, да? И мы постоянно, я про себя говорю, не знаю, у вас может быть иначе, и хорошо, если так. Я постоянно ощущаю себя человеком, который вот растратил данные, который не добился своих целей. Ну, кризис – это про это, да? Вот как быть в этой ситуации? Вот я понимаю, что могу быть призван к ответу в любой момент за это все. Вот что мне делать? И, может быть, некоторую подсказку дает Христос внутри этой притчи. Хозяин, господин говорит «Догадливее сыны века сего сынов света». Единственное место в Евангелии, вообще во всех четырех, где верующие говорится как о сынах света. И это выражение, оно встречалось в кумранской общине, такое очень строгое, аскетическое, высоконравственное общине своего времени, где люди с невероятной серьезностью относились к своим нравственным качествам. Вот там они точно так себя не вели. Но если вели, то их моментально выгоняли, да, вот прямо пинком под зад. И здесь какой-то проворовавшийся коррупционер догадливее вот этих прекрасных людей. Мы все сыны света, говорим мы, мы воины добра, да, а эти вот какие-то там, особенно в политике мы так любим рассуждать, да, мы все в белых пальто, воины света, а эти ужасные. Такие сяки я не называю кто, ну, мы же все понимаем кто, ну, те, которые не мы. Вот, и он говорит, смотрите, а вот эти догадливее вас, вы все такие белые сияющие, а у вас что, кризиса нет? Вы что, не ощущаете себя, что вы все потратили впустую, что с вас спросятся, как вы этим распорядились? То есть, что, в общем-то, хозяин-то призывает к ответу. И что делать в ситуации кризиса? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Вот нелогичный совет, да, не возвращайте награбленное, не отказывайте от своего гнусного образа жизни. Это уже все неважно, это все уже поздно. Награбленное, потрачено, гнусный образ жизни, въелся в плоть и кровь, и отказаться от него не так-то просто. Что ты можешь сделать быстро? Вот завтра конец света, у тебя 24 часа, что ты успеешь сделать? Приобретай себе друзей уж как можно, богатством неправедным. Вот праведного у тебя нет, ты не собрал. Праведное богатство собирается десятилетиями, с большим трудом, не всякому удается. А неправедного, да, конечно, накопил себе денег, там что-то нахватал, наворовал и так далее. Не только денег, это известность, здоровье, да все что угодно. Вот активы, да, говоря финансовым языком, у тебя есть активы, ты понял, что все катится куда-то в пропасть, и что финал близок. Вот используйте активы, чтобы приобрести друзей. А как приобрести? Списав долги. Долги не тебе, опять-таки. Нет, есть всякие толкования, я не раз об этом встречал, рассуждение, что на самом деле он не просто был коррупционером, он брал взятки, откаты, да, то есть, что там 50 мер масла он выдал, а расписку велел написать на 100. 50 забрал себе, да, ну, обычная практика, кто имел дело с господрядами, уж наверняка знает, да. И он отказался от своей доли, говорят, да, можно так понять, но в притче об этом ни слова. Хозяин не говорит, молодец, что отказался от взяток, молодец, что отдал награбленное, ни слова. Закхей, например, говорит, отдам тем, кому обидел, вчетверо, да, и там Христос его хвалит. Вот там явно человек отказался от коррупционной составляющей своих доходов, еще и возместил ее. Но здесь об этом ни слова, если это так, можно было бы сказать. И смотрите, вот ведь и Христос не то чтобы одобряет этого человека. Может быть, ровно об этом дальше сказано, что неверный в малом во многом неверен, и что нельзя служить двум господам. Это как будто два комментария специально для тех, кто готов восхититься неверным управителем, сказать, какой замечательный человек, я тоже так хочу. Да, я буду, конечно, подворовывать, но я с бедными поделюсь. Я там в храм отнесу, свечку поставлю, там колокольную богатую построю. Многие так делают, да? Нет, он говорит, это не про то. Это не про то, что можно совмещать коррупцию, воровство с благочестием. Это про другое, про то, что, знаете, вот нет такого человека, у которого нечему научиться. Вот ты думаешь, что в белом пальто стоишь весь такой сияющий, а вот этот хитрюга-коррупционер, он в чем-то тебя ближе к Богу, в чем-то, на свой лад. Не думай, что ты выше его. И закончу я этот комментарий. Цитата из митрополита Антония Сурожского. Подобный домоправителю все мы, всем нам, каждому из нас без исключения, поручено заботиться об имуществе Божьем, а не нашим, потому что нашего имущества нет и не может быть. Все Божие или Богом дано каким-то другим людям. Но мы заботимся о нем или небрежно, или прямо-таки нечестно, стараемся свою выгоду получить из того, что принадлежит не нам. В этом центр тяжести всей притчи. Не в том, что он был честен или нечестен, а в том, что никакое добро нам не принадлежит. Мы все домоправители, все плохо правим Божьим добром. Но несмотря на это, если через наше управление, каково бы оно ни было, родим в других людях благодарность и любовь, то этим можем себя спасти. Продолжение следует...